Лао 8 После этого инцидента Киро почти не разговаривал с Найдмером. Найдмеру вообще казалось, что Киро его избегает. Они продолжали вместе готовиться к выборам. Найдмер давал Киро и родим задания. Но все это было бы как-то насям. В тот день все время не давал Найдмеру покоя. А до сих пор помолился Киро. Кстати сказать, Киро начал делать такие вещи, что если бы Найдмер узнал, то было бы явно добре. Но замечая порезанную руку от Киро, Найдмер считал это обычным делом. Но Киро иногда любит выиграть с Нажейом. Так прошло целая неделя. Ничего нового не происходило. Кстати, Дринк все же выжил. Никому не сказала встречи с Киро. За четыре дня до выборов. Я был полон решимости. Сегодня я решился. Я решил пригласить Дринка погулять. Когда я приходил к звездам, то заметил, что у Дринка очень хорошее настроение. Интересно, почему? Но я был только рад за него. Когда Дрин не улыбался, мир вокруг меня сиял другими красками. До выборов оставалось четыре дня, поэтому я ходил к Дринку каждый день. Сегодня тоже. Привет, Дринка. Привет. А ты был с этой тренировки свободен? А что? Хочешь пойти погулять? Ты не против. Да, у меня получилось. Ты не против. Мой Дрин будет со мной везде. Через час. Мы закончили. Дрин был готов к прогулку. И для меня это было свидание. Интересно, а у него тут тоже есть? Очень странно, что такое популярное вещественное пассиво. Мы пошли в фарк. Хочешь чего-нибудь? Ну, давай просто погуляем. Пускай. Мы еще долго гуляли. Я была зимой на небе отчасти. Мы гуляли до вечера. Жаль только, что я не додумал связать его за руку. Хотя, это было бы резко, наверное. А на другой день мне позвонил Дрин. Отлично. Потому что Дрин набрал мне первый, это явно признак прогресса. Привет, Дрин. Привет. Я-то хотел тебя, ну, кое-куда позвать. В магазин. Хорошо. С тобой куда угодно. В магазин. Во, шикарные костюмы, дорогие. Это для кого? Да так, просто у нас, знаете, детки. Остальное время покупок я был, как и с ним. Мы его Дрин и уши забрали. Думаю, что это серьезный разговор с боссом. Наймер спокойно работал у себя в кабинете. Вдруг к нему влетел Кросс. Какого грена вы творите? Чего? Ты как-то со мной разговариваешь. Что у вас, Дрин? Да как вы посмели его тронуться? Что же это такое? Сколько вам всем еще объяснять? Это он начал. У нас! Сначала Киллер, забер ты. Бал из моего кабинета. Значит, Дрин все же вышел. Достало. Киллер теперь вообще со мной разговаривает. Когда это кончится? Я услышал странные звуки из комнаты Киллера. У меня появилось плохое предчувствие. Я пошел наверх. Киллер. Киллер, окрой. Киллер, что ты там делаешь? Быстро открыл дверь. Ты не знал? Киллер лежит за по вечерам. Что? Я выбрал дверь сентапельами. Киллер сидел на полусношем. Я не могу тебя. Киллер, блин! Сейчас тебе лучше. Я могу лучше снова голоса. Положи нож, придурок! Я ничего живу, не живу. Я сгустил его сентапельами и вырвал нож, и швырнул его в село. Что вы творите? Он что должен? Я не позволю тебе объясниться какого-то ненаразумения, понял? Я не договорил, потому что я схватил его на руки и положил на кровать. Через несколько минут его руки были перебитаны. Идиоты. Я сам не понял, как крепко угнил его. Все же он не дорог. Я почувствовал, что Киллер начал плакать над мечом. Что же мне делать? Киллер начал засыпать у меня на коленях, но все еще плакал. Давай, сделай это, докажи ему. Ну ладно, никого вроде нет. Я вздохнул и крепко поцеловал. Как утром. У меня все было в полном шоке. Восемь. Поверь мне, между нами с Дремой ничего нет. Сегодня я это понял. Я понял, что не хочу потерять тебя. Я люблю тебя, Киллер. Но Киллер меня не услышал. Он уже заснул. Прошло еще два дня. До выборов осталось совсем немного. Но все было не так спокойно. Но я был готов. Пришло время битвы за Сэмпай. Я подождал, пока Дремый идет. И спокойно рисовал себя. Неселимся. Я нащупал в кармане нож. Я пошел наверх. Эх, а ведь мы с тобой дружили. Но ты сам виноват. Я хочу без тебя. Блок, ты что-то хотел? Да нет. Просто посиди спокойно. Я схватила его павалю на путь. Присыл его ворвину. Блок, что ты творишь? Я ударил его. И достал со своими разговорами. Блок, ты нам же хранил. Какого черта? Мне напрыгнули за зев, ударили по голове. Я повернулся. Сэмпай. Сэмпай. Клинись. Эррр просто хотел зайти в гости к Инку. Слышал крики наверху. А потом увидел это. Крин, кочнись. До срочи вошли к Дрему. Умор, может. Умор, не дома. Эррр схватил телефон Инка и набрал номер Дрема, попутно пытаясь перебинтовать Инка Нитина. Инка, что? Это Эррр. Телепортируйся сюда. Быстро Инку убить пытались. Крин. Дрем телепортнулся к Эрррр и начал сниматься Инка. Я стараюсь поднещить его до выбора. Плевать на них. Судя, все будет хорошо. Не знаю. Но поверили, челораны и хуже. Ему еще не очень успели навредить. Что? Послал, вы что? Кто его любит пытался? Я его любил. Он, походу, у нас Яндера. У него он один. Наверное.